Здарова домкраты! Сегодня мы научимся делать толчок с паузой с груди. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новое обучающее видео. Данное упражнение позволит вам улучшить технику толчка с груди, а также наработать не только мощный, но и ровный посыл штанги вверх. Помимо этого, данное упражнение хорошо укрепляет статичные углы при полуподсети перед выталкиванием, а также учит правильно задерживать дыхание перед толчком. Плюс ко всему, во время паузы вы испытываете небольшую гипоксию, следовательно, выполнять данное упражнение объемами свыше 2-3 повторений в подходе развивает в какой-то степени выносливость, чему это способствует. К тому, что во время тяжелого взятия на грудь вы будете научны толкать с груди технично, даже при самых тяжелых обстоятельствах. Рассмотрим технику выполнения упражнения. Расслабьте руки. Почувствуйте, как лежит штанга на ваших плечах, и вся его тяжесть уходит в середину стопы. Отведите таз назад, прогнув поясницу. Широчайшие мышцы расправьте и сделайте вдох. Совершите полуподсед, немного согнув ноги, разводя колени в стороны и не отрывая пяток. Чувствуйте полную стопу. Амплитуда подседа примерно от 1,5 до 1,4 от полного низкого седа. Опустившись в полуподсед, замрите в нижней точке, не расслабляя широчайшие мышцы и не выдыхая. Выдержав паузу, не совершите типичную ошибку, а именно повторный полуподсед, когда вы после паузы еще раз совершаете дополнительное сгибание ног, подседая чуть ниже, и затем выталкиваете снаряд. Разгибание ног начинаете с той позиции, в которой замерли в паузе. Движение начинаете выпрямлением коленного сустава, а не тазобедренного. Таз по-прежнему сзади, поясница прогнута. Совершите мощный посыл штанги вверх за счет ног, по-прежнему не зажимая гриф руками. Посыл подобен мощному прыжку в высоту, но прыгать вместе со снарядом не нужно, нужно именно вытолкнуть и слитно подставиться в ножницы. Подставка в ножницы выглядит следующим образом. Корпус остается в вертикальном положении, задняя и передняя нога согнуты в тупых углах, при этом передняя нога вылетает через стопу вперед, а задняя через полстопы назад и упирается в носок. Кроме того, разбрасывать ноги следует не друг за другом, а в диагональ, немного заворачивая носки внутрь ножниц. Сам снаряд находится ровно над головой или слегка за затылком, но ни в коем случае не спереди. Собирать ноги из ножниц следует с передней ноги, вытягиваясь вверх, а не шагая вперед-назад. Данное упражнение я рекомендую выполнять с весами до 70-80% от 2 до 3 повторений в подходе. С весами ниже 60% данное упражнение можно выполнять до 5 повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья! Желаю всем здоровья и личных рекордов!